О возможных злоупотреблениях и махинациях глава отдела бухгалтерии-изолятора Росака Зениня по ее собственным словам знала уже долгие годы. Женщина утверждает, что начальство учреждения творило, что хотело. Общественные конкурсы из года в год выигрывали все те же предприятия. Устанавливались краны стоимостью около 2000 литов, а что уж говорить о призрачной бане. В исправительном заведении, говорит госслужащая, баня существует лишь на бумаге, а вот ее распорядитель получала очень даже реальную зарплату с крупными бонусами. «Я все видела и знала уже давно. Долго боролась с собой и раздумывала, вступать ли в такую неравную борьбу. Сейчас я чувствую, что не во всех учреждениях все оценивается так, как должно. Я предоставила службе спецрасследования оперативную полезную информацию, однако реакция следователя меня шокировала. Единственный ответ был таков – это всего лишь внутренний недостаток и административная ответственность». Казениня настаивает, что главная антикоррупционная служба страны закрыла глаза на неоспоримые факты продажности и наотрез отказалась возбуждать досудебное разбирательство. Не обошлось якобы и без давления на госслужащую и ее коллег со стороны начальства изолятора. «В начале 2016 года я пыталась пресечь нерациональное использование средств, однако воспользовавшись ситуацией, когда меня не было на работе, услуги все равно были куплены. В качестве психологического давления были выбраны невинные подвластные мне работницы. Всем без исключения были разосланы предупреждения об увольнении и уменьшен должностной оклад». А тем временем в Министерстве юстиции, которому подвластен Кауновский изолятор, уже начали разбираться в подробностях скандала. Глава ведомства Милда Вайнюти пообещала на этой неделе определиться, что делать с начальством изолятора – уволить или помиловать. Своё расследование также ведут Госконтроль, служба конкурсных закупок и главная комиссия по служебной этике. «Создана рабочая группа, которая уже вчера начала свою деятельность и будет расследовать действия должностных лиц Кауновского следственного изолятора в связи с возможной коррупцией и должностными проступками». Сегодня Минюст не готов детально комментировать ситуацию. Однако в ведомстве намекнули, что утверждения Казенини о психологическом давлении со стороны начальства могут иметь под собой почву. «Нам известно, что госпоже Казенине звонил замдиректора Кауновского средственного изолятора Миндалгас Зайкаускас. По какому вопросу он звонил, я не знаю. Однако, если оказывается давление госпожи Рассе, она должна прийти к нам и рассказать об этом. Тогда с нашей стороны будет соответствующая реакция – отстранение от должности. Для этого есть все основания». Крик о помощи работнице исправительного учреждения сегодня долетел и до президента Дали Грибаускасе. Правда, пока глава государства ограничилась лишь строгим осуждением коррупции как таковой. «Все непрозрачные коррупционные общественные закупки не могут терпеться и должны быть очень строго осуждены и оценены. Поэтому я очень надеюсь, что расследование, начатое правительством и министерством юстиции, даст очень четкий и конкретный результат. Повторюсь, что ни в государственном секторе, ни где-либо еще коррупционные закупки абсолютно недопустимы». Сегодня во всей этой истории остается много неясностей. Как, например, вопрос, почему Казенини, зная о возможных бесчинствах в своем учреждении, рассказал о них лишь сейчас. Сама женщина настаивает, что надеялась на сдвиги в лучшую сторону, и лишь когда, вернувшись из двухлетнего декрета, их не увидела, обронилась словом. Точный ответ на этот вопрос появится, когда свои выводы обнародуют многочисленные государственные службы. А между тем, скандалом заинтересовались и правоохранительные органы. Генеральная прокуратура возбудила досудебное разбирательство по подозрениям в коррупции в Кауновском следственном изоляторе. Сергей Шалкин, Мартина Свитбелес, Первый Балтийский канал.